В нашей недельной главе Питсаве рассказывается об одеждах главного Коина. Эти одежды были очень богатые, очень красивые. Они произведели огромное впечатление на тех, кто видел главного Коина во время службы в храме. Рассказывается, что Александр Македонский, когда приехал в Иерусалим, то навстречу вышел главный Коин, и он оделся во все одежды, которые должны быть во время службы в храме. Когда Александр Македонский его увидел, он слез с лошади и поклонился ему, и сказал, что этого человека я вижу каждый раз, когда я побеждаю, я его вижу, он приходит ко мне во сне. Для чего это нужно? Для чего нужны красивые, богатые одежды Коину? Ну, он находится в храме. В принципе, в храме можно служить Всевышнему, и это более духовная работа. Для чего это все, вся красота, все богатство? Так, рассказывается о том, что, говорится о том, что одежды влияют на того, кто их носит, на наше настроение. И тогда, когда ты одет красивую одежду, то у тебя есть чувства более возвышенные, ты более хорошо себя чувствуешь. И поэтому, когда человек одет в пижаму и в тапочки, то он, конечно, чувствует себя удобно по-домашнему, но нету вот этого вот трепета во время молитвы, нету этого чувства особого, которое может возникнуть у человека, когда он одет красивую парадную одежду и когда он приходит в синагогу. И на самом деле, жертвоприношение, мы как Куаним, сейчас наша молитва как жертвоприношение, поэтому мы, когда идем в синагогу, должны быть красиво одеты, парадно одеты и чувствовать себя на высоте. Адмор Азакен, основатель Хаббада, говорит, что и у нашей души есть одежды. Какие одежды у нашей души? Это мысль, это наши разговоры и наши действия. Так вот, когда еврей одевается в хорошие одежды, в хорошие мысли положительные, в мысли, которые радуют его, то это и отражается на всем его настроении, а также не только мысли и разговоры, которые он ведет. Стоит разговаривать именно в хорошем, положительном смысле, не вести разговоры бесполезные, не вести перемалывать косточки хомута, а именно говорить хорошие людям. И в принципе, это тоже влияет на наше внутреннее состояние, на наше настроение. И, конечно же, действия. Действия на самом деле существуют в Торе, когда мы должны радоваться в празднике, как радуются мужчины. Мужчины, написано, должны кушать мясо и пить вино хорошее. Как радуются женщины? Покупкам, каким-то обновкам, которые они получают в подарок от мужей. Это их радует. Поэтому наши мысли, наши разговоры и наши действия должны быть хорошие, положительные, энергичные и давать нам радость. И поэтому очень важно, очень важно следить за нашими одеждами, чтобы они были в хорошем состоянии. И еще очень важно находиться там, в том обществе, где ведут такие же разговоры, где люди позитивные, где люди веселые, где люди радостные. Постарайтесь уйти от людей, которые говорят постоянно какие-то жалобы, какие-то у них неполадки. Да, нужно помочь человеку, но если вы видите, что это его характер, не характер, а как бы его общая цель в жизни, настроение постоянно быть удрученным, и стараться надо уйти от этого, и присоединиться именно, найти общество положительное, такое веселое, радостное, жизнеутверждающее. И поэтому сейчас мы с вами, я и вы, которые меня слушаете, мы будем заниматься именно этим, поднимать свой тонус, поднимать свое настроение, поднимать свои мысли, радоваться тому, что есть Всевышний, и мы ему служим. На самом деле, когда еврей встает утром, он читает благословение, он говорит, спасибо тебе, что ты мне вернул душу. Он благодарит, что у него есть одежда, что он видит, что он слышит, что он живет, что он может встать и ходить. Это самое лучшее. То, что мы говорим Всевышний, спасибо, и мы осознаем, что нам хорошо, что мы встали, что нам хорошо, и мы начинаем наше утро, наш день, удачный день, с улыбки, с хорошего настроения. Это самая лучшая зарядка в духовном плане, и, конечно же, благодарность Всевышнему обязательно должна присутствовать в любом нашем действии, потому что Всевышний, он добрый, он безгранично любит нас, и мы его дети, и поэтому мы должны быть ему благодарны. И, в конце концов, на данный момент мы должны своим отношением, своим поведением, своей радостью привести к тому, чтобы, в конце концов, мы вышли из Галута, из изгнания, в полную Беулу, в полное наше освобождение, чтобы был построен Третий Храм. И тогда, действительно, радость, она будет полная, она будет целостная. Мы будем находиться в Иерусалиме и видеть проявление Всевышнего. Всего хорошего!